Это мог быть более интригующий матч, если бы я правильно прочитал регламент. Это год, когда был финал на Собсанарении, да? Драконы-патриоты. Максов просто прилетел чувак из 2026-го, говорит, там такие трансляции, просто вау, статистика за тебя считается. Субтитры делал DimaTorzok Это будет очень важная неделя в чемпионате России, поэтому акцент больше на будущее будет в этот раз, и обсуждать все это будут кто? Михаил Сазанов, Павел Пасенков и Максим Сподобин, я Станислав Рынкевич. Мы начинаем с обсуждения суперматча. Вынесенный главный матч первой лиги, явитесь против киборгов. Как вам игра, друзья? Соответствовала она названию прайм-тайм футбола в субботу вечером. Это прайм-тайм вообще всех выходных был, абсолютно. Ничего больше не было, только витязи-киборги. По слухам, даже в Соединенных Штатах Америки ничего не проводили специально, чтобы не переселяться в этой игре, чтобы рейсинги не воровали. Да, ну, игра была все равно довольно запоминающейся, потому что у витязи довольно хорошо работал вынос. Если сравнивать с предыдущими играми с оружейниками, да, то есть, ну, конечно, после трудного соперника переходить к более легкому гораздо проще. И поэтому, конечно, команда зарядилась, наносила. И плюс еще, я бы все-таки хотел сказать, что киборги все равно молодцы. По ходу сезона прослеживается прогресс в их игре. Они с каждым матчем все равно прибавляют, и данная игра не стала для меня исключением. Но в какой-то веке Максиму не пришлось мучиться с трансляцией для того, чтобы занести все статические данные. Не хотелось, чтобы регулярка Первой лиги заканчивалась на этом. И чтобы нужно было какие-то опять включать дополнительные источники, типа переписки с игроками, да. А что у вас на самом деле произошло? Ну, в общем... Самое главное то, что вот этот мем прошлой недели про кибернетическую звенью, он все-таки не состоялся. И у нас те самые пары, которые мы и ожидали увидеть. Да, те самые пары, это какие? Это оружейники Витязь. К сожалению, в Петрозаводске уже закончились Белые ночи, так что Витязю придется... Ну, возможно, они получатся сравнить. В первый раз они у нас отдыхали, потом они поехали на пляж после игры, да. Я обязательно буду держать руку на пульс и всем расскажу, куда поедут игроки Витязя после этого матча и в каком настроении. Самая интригующая пара – это Спартанцы 2 против Викингов. Да, вот здесь мы впервые увидим их противостояние в рамках официальной игры. По-моему, у них был товарняк, если не ошибаюсь. Мы уже обсудали... Кубок Москвы, да. Вторая половина была Спартанцы 2, по сути, да, против Викингов. Да. Я помню, что в прошлом подкасте кто-то назвал Викинга фаворитом этой игры, Максим, по-моему, даже. Да. А тебе не кажется, что Викинги, ну, как-то менее структурированные, менее сыгранные в нынешней структуре команды сейчас Спартанцы 2? Я не совсем с этим согласен, потому что в этом сезоне как раз Спартанцы 2 – это именно Спартанцы 2. То есть там, да, из основы играет Глеб Овечкин на позиции бегущего, который, конечно, там по 200 ярдов набирает. Но при этом защита практически полностью состоит именно из ребят из запасного состава. И если в заявке никаких чудес не произойдет, то это будет довольно равное противостояние, так как у Викингов отличное взрывное нападение. Если поедет Кирилл Заводов, вдобавок к Даниле Дандыкину, я думаю, что Викинги смогут показать очень интересную игру с разнообразием различных опшенов, просто выносов. Ну и по свою игру, может, подтянут, принимающие половят. Я думаю, что это будет именно игра двух нападений, как мы видели, тигры-спартанцы, спартанцы-тигры. И тигры-спартанцы, например, да. Посмотри, что делать с человеком. Одна маленькая, ну, довольно большая, но все равно одна джерси-викингов. Насколько все сразу победилось? А что, хорошая команда, компетентная? Я же никогда не говорил, что Викинги там ужасное нападение или что-то еще. Защита смогла остановить оружейников в последнем матче. Нападение двигало. На тебе нет белой кепки сейчас, Макс, но она горит. Сейчас ты и Стас так делаешь. Из прошлых выпусков Глеб Макс такой, ну, я бы не назвал его Кутербаком. Скорее, человек, который получает снэп от центра. Ну, я же, мам. Он же выносит. Сейчас я тоже говорю правильно. Не надо. Все, Максим, все, все уже все поняли. Ладно, все нормально. Все нормально. Я не соглашусь с Максом, потому что эта игра будет и защит тоже. То есть, это будет полноценная игра нападений и защит. Потому что все-таки останавливать Глеба Овечкина с его просто абсолютно чумовыми показателями предстоит защите викингов, как и защите спартанцев остановить Заводова с Дандыкиным. Мне кажется, это будет просто супер взрывная игра, которая, на самом деле, из-за обилия выносных розыгрышей может достаточно быстро пройти. Вот единственное, наверное, мое сожаление уже в будущее, потому что пас тоже хочется посмотреть немножко. Маленький кризис. Осполнение Кирилла Святкина, это тоже немножко... Через два подкаста Макс будет говорить. Я никогда ничего не говорил плохого про Кирилла Святкина. У нас игра нападений и защит, но не квотербэков. Так ты хотел сказать, Макс? Вынос на вынос. Дает плюс. Маленький кризис, угадайте, кто больше всего в этом сезоне набрал очков против оружейников? Какой игрок, в смысле? Даниил Дандыкин. Это Кирилл Заводов, да. Причем можно даже без СЗФО, а из СЗФО то тем более. Вот, он там много всего натаскал. Я просто все думал, где мне применить эту информацию, решил, что вот если не сейчас, то никогда. Это как шутка про египетскую силу, да. Дальше у нас еще будет пара Тигры-Молнии. Я даже не знаю, вот есть бывают, что называют Классико, да. А я даже не знаю, как это уже... Ура-Липо? Не знаю, как бы называть. Потому что, ну сколько можно, сколько можно смотреть одно и то же. Давайте на следующий сезон договоримся, что молнии усилиться кем-нибудь. Я не знаю, может быть... Девцом. КБЧ и Лябинск объединятся, и будут какие-нибудь там уральские танковые молнии. Ну что-то как-то еще нужно делать, чтобы обострить немножко интригу на Урале, потому что, ну, одно и то же. Стас, танковые молнии тебя бы лет 70 назад не очень поняли. Ты не слышишь, но ты уже чувствуешь, что на этом месте в монтаже будет звук цикад, да? Нет, еще засмеялся. Я причем тоже про это подумал, но думаю, как-то Гейнсу Кудыря на кого-нибудь упоминать в подкасте вообще не хорошо. Нет, Макс, отличные исторические знания, да, но к футболу, конечно, отношений никакого. То ли я делал пермский период, да, со знаменитыми, саблезубыми тиграми. Ну, короче, ну просто мы все время вынуждены вот это противостояние, мы начинаем выдумывать какой-то лор вообще. Просто в прошлом матче молнии, я не знаю, ну, не может быть постоянно так. В прошлом матче молнии, знаешь, у них не просто был пластырь удач, они были обмолтаны пластырь удач, как мумии. И в этот раз в плей-офф не может такого быть еще раз. А вот мы сейчас обсуждаем матчи, а мы потом через неделю будем снова их же обсуждать, да, получается? Ну, мы сейчас обсуждаем афиши, типа, а потом будем обсуждать афиши подробнее. Ну, мы будем их драфтовать. Да, да. Ну, и заключительно пару раз, иначе не бросать же, да, у нас будет еще Феникс и Сторомбрингерс. И вот это может быть интересно еще... Да, Фениксы, они фавориты, они убедительнее смотрелись дома, чем Сторомбрингерс смотрели дома. Но, тем не менее, я думаю, что вот при определенном стечении обстоятельств, при каком-то количестве фамблов, да, при каком-то количестве неудачных решений, здесь может быть интрига, и Сторомбрингерс вполне могут напрячь. Ну, надо у Грифонов списать, вот из предыдущего подкаста, вот то, что Макс как раз рецепт вот этот вот с куклой Вуду и прочим намешал, мне кажется, как раз вот это может помочь для интриги. — У Грифонов можно всегда списывать старый добрый прием Ильи Кравцова, мы просто показывали плейбук, да, или подсматривали, подсматривали плейбук. — Посмотрели. — Да, да, а потом уже на плей-офф. Так, ну, в общем, такие у нас будут пары в Первой Лиге. Мы их обсудим не сейчас, мы их обсудим в следующий раз. Поскольку у нас много сегодня свободного времени, да, нам не нужно долго продолжать прошедший тур, я задам абстрактный вопрос. Смотрите, представьте, что в 2017 году, вы уже смотрели Чемпионат России в 2017 году ведь? — Даже статистику писали. — Ну, это понятно, ты, мне кажется, лет с трех, как только научился писать, сразу статистику писали. К вам прилетает чувак из будущего и рассказывает результаты Чемпионата России 2024 года. От чего вы больше всего офигеете? — Ну, смотри, да, 17-й год, это важно, это год, когда был финал у нас обсонарения, да? — Дракона-патриота. — Драконы? — Ой, Грифона-патриота. — Плохо, неплохо, нормально. — Вот от чего я больше всего офигею, что я захожу в 2017 году. — Вот как раз-таки от матча, если бы я прилетел от будущего к себе в 17-й, я сказал бы, что драконы обыграли только что патриотов, и главный тренер Драконов Алексей Григорьевич Гейтс. В 17-м году это смотрится особо круто, потому что патриоты на пике, они обыгрывают соперников, они в пух разносят зрителей в прах просто, где-то позже будет, неважно. В общем, они прям крутые. — Так, слушай, задача ошеломить, сейчас вот нужно это понять. То есть ты говоришь, прилетев из будущего, ты бы сказал именно это. То есть твоя задача из будущего шокировать тебя из прошлого, я правильно понимаю? — Да, да, потому что Гейтс там тренирует спартанцев, а патриоты там и драконы настолько в разных... А, ты играл, ты помнишь, примерно, насколько в разных лигах в это время. Да, так что да. И там принимающий патриотов Александр Белов, который только что впервые стал чемпионом России, вот я бы спросил, неужели он вернулся в драконы? Нет. — При этом еще, ну, далеко не все в 17-м году знали только Алексей Гейтс, потому что спартанцы только-только набирали силу, да, они впервые тогда дошли до полуфинала и уступили там грифонам в одно очко причем. — Подожди, а впервые, впервые ли дошли? В 15-м году у грифоны чемпиона, а в 16-м году разве вы не земля на грани? — В 18-м с 15-м перепутал, да. И чем дальше, чем больше мне будет лет, тем больше я буду путать все эти предыдущие года, да. — Но спартанцы еще ни разу не чемпионы, ты про это, ни обладатель неврокубков. — Еще момент, который может удивить, это то, что... Ну, нет, на самом деле, это межкообратная взаисимость. В 17-м году стальные тигры не доминируют на Урале. Почему? Потому что они доминируют на Волге. Потому что тогда стальные тигры играли в дивизионе Волга со Стромбрингерс и с Тареларами из Ижевска. — В принципе, а или ты не договорил? — Ну, в принципе, уже ты перебил. Когда ты перебиваешь, я договариваю. — В общем, в принципе, факт того, что такие команды, как «Оружейники», «Стальные тигры», «Молнии» и все «Витязь» переходят в Лигу 9 на 9 и играют вот в таких вот соревнованиях, которые не являются главными в стране, этот факт также может шокировать, потому что тогда футбол был на том витке своей истории, когда казалось, что все будет хорошо-хорошо развиваться и идти только вперед. И изменение количества команд, изменение количества матчей, изменение всей структуры, оно, конечно, не может не удивить, наверное, если сравнивать 17-е с 24-м годом. — Тогда даже раторы сотренировались с Азбеста. Я бы сказал, что их сейчас нет. — Команд было очень много. Сейчас 22 команды у нас во всероссийских соревнованиях участвуют, и еще «Волга Болл», да, там ребята тоже играют. И, по большому счету, только очень в регионах, скажем так, в дальних регионах нашей страны уже не так много команд участвует. И, наверное, вот это действительно больше всего бы шокировало. Ну, то есть это не со стороны удивления, а именно со стороны огорчения. Но при этом, опять же, как было бы круто, сейчас дам повод Стасу для очередного тайм-кода со Стёбом. Но здорово, что у нас есть трансляции на телеканалах, и поэтому как-то двигать футбол в массы – это действительно здорово. И это точка роста по сравнению с 2017 годом. И, собственно, то, что, опять же, опять нескромно абсолютно, то, что мы с вами, ребята, делаем, это тоже некоторая точка роста. Безусловно, тогда, в 2017 году, финал был освещен First and Goal со студией, и сейчас тоже мы что-то пытаемся подобное делать, но, мне кажется, есть некоторый прогресс в определенных показателях этих. Еще, знаешь, ты такой, вот ты из 2017 года такой, слушайте, ну а как там United, как там Bruins, как там бунтари? И чел такой, о, слушай... Айсберги, лесорубы. Да, мы тебе не писали, не хотели тебе рассказывать. Бруинс отлично. Но Поляков ловит, Поляков ловит. Ну, и вот представь себе, ты появляешься, и 2017 такой, а кто становился чемпионом? Такой, спартанцы. Такой, ага, а кто еще? И просто человек растворяется. Погоди, погоди, кто еще? Кто еще? И ты такой, блин, не узнал, кто еще. Как, ну, патриоты в 2019 году. Тут великий турнир. Да. Ну, кстати, да. Прервали гегемонию спартанцев, да, помни? Правильно сформулировать, да. Если сказать человек России, то по документам там вообще очень все плохо. Но есть, кстати, моменты, которые и не меняются. То есть, например, как там киборги? Ну, так же, в принципе. Драконы так же. Не подкладывают киборгическую свинью. Так, так. Драконы гораздо хуже. Финалисты Кубка регионов 2017 года. И запиши, финалисты Кубка регионов 2024-го. Понял? Миша, Миша, наоборот, тебе не нужно сейчас радоваться. То есть, как бы, ну, вот такая тенденция. Ты чего? Подожди, финалисты Кубка регионов? Нет. Да он набросил, вы даже не поняли. В финансовом году мы вышли в Кубок регионов. Да, да. Викинги не обыграли. Нет, нет. Какие викинги? Викинга вообще не было. Драконы проиграли Стальным Тиграм в финале 7.36. Есть один сайт, там все написано. Я к тому, что, типа, тогда было вот так круто, а сейчас менее круто. Я в этом был. Слушай, у Кубка регионов все еще будет крутым, я думаю. И без драконов. Давай, 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 знаешь что, давай дождемся. Я бы вот на вашем месте отправился в прошлое после того, как сыграют оружейники и тигры. Чтобы вы в прошлом такие, ну как, как мы там в будущем отомстили этим Стальным Тиграм? И ты такой, два раза уже попытались. Места наша вот такая. Разметку не смыло хотя бы, вот это важно. Да, ну и как бы тогда, в 17-м году, было ощущение, что потихонечку у нас организуется какая-то своя такая. КХЛ, я не знаю, да, то есть Единая Лига ВТБ, потому что тогда еще играли Волки из Астаны в чемпионате. Вот, и у нас Литвины потом какое-то время играли, но теперь все, в принципе, да. Теперь нам сложно собрать свои-то команды, да, они сами по себе растворяются. Поэтому в этом плане тоже... Да, из трех буквенных сочетаний остались не ВТБ и не КХЛ. Да, а какие-то другие. Так, ну хорошо. Есть нам чем удивить, в общем, себя в 17-м году, тем, что происходит. Ну, основное, конечно, да, это чемпионы и те команды, к которым мы привыкли, что они гегемоны, а сегодня они... Ты же буквально что-то похожее недавно сделал, когда Женя Шуваеву скинул в видео и сказал, смотри, ГДЖФ Кутербайк. Ну, это же примерно вот из той же... Да, да. Кстати. Я, причем, Шуваев даже не в 17-м году, он прямо сейчас удивился. Потому что он перестал следить примерно в 17-м году, да, и теперь это все работает. В принципе, если поозвучивать о фамилии кутербеков нынешних команд, можно удивиться, потому что многие играют долго и, как бы, говорят, Корнев, ты такой, а какой? Старший, младший. Понимаешь, все так же. Ну, другие, если Шакуров, Белов... Но в 2017-м году Белов еще не кутербэк. Так вот, вот я поэтому и говорю. Да, то есть у Шакуров тоже не кутербэк тогда еще, да? У нас... Как? Тандыкин. Тандыкин. Кто это? Не был футболем. Но это можно было удивить еще... Год назад. Да, год назад. В 2018-м году, да, он еще занимался борьбой. Шариков, Шаркс. Что за Шаркс? Шаркс, да. Вы сейчас понимаете, что мы буквально, как чуваки с мема, который недавно Стас выложил, что типа, а помните Тима Тибол? А помните этого? Ты удивишься, но какие-то дни рождения First and Go, вот эти сборища, они примерно так и проходили. То есть ты просто такой, а помните Брюцгейн, да? Во-во-во, все, в принципе, как бы вот эти все вещи. Вы не помните Брюцгейн, да? Брюцгейн, это нормальная тема. Гейтсгейн тоже. Кстати, про Спартанцев 2 вообще человек в 2017-м году мог не знать. Это тоже интересно. Говоришь, мы из-за того, что Спартанцев 2 дозаявили Бунакова, Гейтса поперли вообще, и ты такой, так... Он поругался с президентом Федерации, да? С Ивановым, с Роговым, что? Ну, слушай, но Поляков-то на Бэху накопил уже. Ну, да. А что ты предоставил? Ну, в виде приемов мяча, да. Ну, ладно. Ну что, хорошо, пофантазировали, это приятно. Хотя все равно немножко депрессивненько. Драфтуем матчи тура. Матчи тура у нас впереди ответственный тур, особенно для дивизиона «Восток» в чемпионате России. В пятый тур чемпионата России у нас будет всего 4 матча, но зато многие из них имеют реальную интригу. И поскольку у нас четверо и матч четверо, очень удобно, никто не окажется обиженным, расстроенным. Давайте мы начнем сегодня с Максимом, с Подобиным. Максимом. И я выбираю матч Южный Урал-Моторе. Вот это ты нон-конформист. А кого еще тут все понятно? Максов просто прилетел чувак из 2026-го, говорит, там такие трансляции, просто вау! Статистика за тебя считается! Из-за этих гадов ты сидишь без работы. Нет, Южный Урал-Моторе для меня это реально самое такое интересное и важное противостояние недели, потому что, во-первых, они борются за выход в кубик регионов в обе-команда. Во-вторых, они довольно схожий результат показывали по ходу сезона, когда что-то работало, что-то не очень. И вот как будто они все еще нащупывают свою нить в нападении. И как раз данная игра нам покажет, кто сильнее, кто больше достоин финала четырех. И при этом это стали именовать зеленым дерби. Как мы видели афишу, то есть тоже у игры есть своя какая-то идентика. Причем, ну, если в отношении Казани это работает, то есть, ну, на параллели с КХЛ, опять же, то то, что Уфа у нас переехала в Челябинске, это несколько необычно, но мы готовы к любым географическим интербациям. Каштым тем более. Каштым, да. Ну, кубок Алешеньки. В этом контексте хотелось бы обратиться к командам. У нас есть зеленое дерби, давайте мы воздержимся от синего дерби. Пожалуйста, синее дерби нам не надо. Это в подкасте у нас происходит иногда. Синее дерби. Так, а грифоны с оружейниками, правильно? Синее дерби. Ну, да. Ну, или шарк. Слушай, а шарк, да, нормально. Ну, просто, просто Стас до этого проведет, так сказал, знаешь, с интонацией твоей тети, которая такая, пошли они на пляж. То есть, интересно, что они там на пляже делали, вот не исключено, что там как-то сейчас такие. Ну, просто, кто умеет отдыхать у нас, так это подальчаник точно говорил. Помните, как Шнур пел, да? В Питере синее дерби. Это его знаменитая цитата. В принципе, так. Ну, так-то, грифоны синий с серебряным, легион чуть более синий с золотым. Легион посидел на час больше просто. Да. Где нужно. Так, все, Максим, у тебя по матчу Южный уровень моторы? Да, круто. Будет хорошая игра. Спасибо. Слушай, ну, вот и здесь. Они же, получается, моторы играли там в прошлом сезоне. Играли дважды, да, с Южным Уралом. Они были в одном дивизионе, дважды их обыграли. Ну, вот, так что, может быть, для них дорога не станет таким уж физичным фактором. Они уже успели подготовиться к поездкам. А хотя нет, они готовы к поездкам в Челябинск, но к поездкам в Криштын не готов, мне кажется, никто. Абсолютно. Даже, может быть, Южный Урал не совсем готов. Достаточно не близко от Челябинска я вот географически удивился, потому что не то, чтобы я до этого искал Криштын на карте страны. Ну, то есть, от Челябинска еще, ну, призвелся поехать мотором. Вообще, вот смотрите, если моторы проигрывают этот матч и Южный Урал попадает в Кубок регионов, ну, по-моему, для моторов это, ну, сезон совершенно неудовлетворительный результат будет, потому что, ну, при таком раскладе, мне кажется, они были готовы к тому, что они попадут хотя бы в Кубок регионов, да. То есть, амбиции в этом плане явно не соответствуют тому, той ситуации, с которой они подошли к концу регулярки. Ну, и ожидания тоже. То есть, от них ожидали выступления на уровне Рейдерс, то есть, что ты хочешь на матч, решить там очень многое. И я так понимаю, что самые там оптимистичные их болельщики рассчитывали даже на выход в полуфинал, что моторы смогут хотя бы побороться за вторую строчку. Они очень достойно смотрелись в матче против Шаркс, конечно, но вот пока счет на табло. Ну, так и против Рейдерс тоже, да. Нужно отметить, что это была очень близкая игра, хорошая. Твоему другу тоже можно было бы ее показать на фейковом канале ESL. Поэтому, я не знаю, в общем, все решит действительно, наверное, эта игра для сезона моторов, потому что ты либо еще сыграешь две игры с хорошими конкурентами, либо ты поедешь отдыхать, играть во флаг футбол. Мне кажется, вот тут такая дилемма, я думаю, мотору, конечно, нет. Но я думаю, что у них кафл еще будет. Кафл? Кафл, да. Флаг футбол как наказание. Чего? Наказание? Наказание. Максим, а что у тебя? Что в детстве было с флаг футболом? Обители флаг футболисты. Ладно, смешно, кого не могут обидеть. Но просто, Макс, придется через два подкаста опять извиняться, говорить, что флаг футбол, в принципе, хороший парень. Ну, зачем это? Стас, еще говорю, кого могут обидеть флаг футболисты? Не ты рассказывал, как Никита Галов чуть не устроил драку на флаг футболе. Когда ты судил его, удалил. Да, да, да. Павел, я предлагаю вам выбрать следующий матч. Отлично, отлично. Ну, что ж, я тогда выберу матч, который решит судьбу полуфинала. Рейдерс 52 против Капитал Шаркс. Вот такой матч. И, да, конечно, Шаркс в нем выглядят фаворитами, но после матча с моторами, которые Шаркс проводили дома, они уже выглядят не настолько очередными фаворитами, насколько они выглядели раньше, потому что предстоит там дорога в Нижний Новгород и матч, в котором, скажем так, они все еще идут фаворитами, но если вдруг с самого начала что-то пойдет не так, мы можем увидеть интригу. Мне больше всего интересно, насколько справится линия Рейдерс 52 с давлением Капитал Шаркс. Ну, потому что если Шаркс остановит Максимишина, то это, конечно, срубит половину потенциала Рейдерс 52. Но, опять же, если вдруг спрячет Максимишина в схемы или справится онлайн, я не говорю сразу, что все, это мисс матч, то это будет очень интересно. И, опять же, вот мы второй раз говорим, команда, которая приезжает на выезд, для нее очень важный вопрос амбиций не выход Капитал Шаркс в полуфинал, ну, это маленькая катастрофа, учитывая средства, потрачено учитывая кадры и так далее. То есть для Шаркс, конечно, это минимум, который должен быть в этом сезоне, это полуфинал. Ну и, по сути, у нас будет довольно равное противостояние, в том плане, что акулы довольно древние существа, и Тираннозавр Тирекс Павел Максимишин, то есть это примерно одна эпоха временная, и довольно интересно будет за этим понаблюдать. То есть это не только, когда тигры с молниями играют, у тебя открывается вот этот вот портал, все твои игры. Слушай, мы хотя бы что-то зафорсим, понимаешь, мы у вас некоторые гениальные вещи, как Air Mary, почему-то так и не прижились, а вот Тираннозавр Тирекс с престольными пулеметами с GTA Vice City мы зафорсим. Это все, это не обсуждается с 2021 года с нами, и будет еще долго. Еще нужно отметить, что мы уже видели, как Шаркс играют с колес в Нижнем, ну, в смысле, да, приехав рано утром в Нижний, потому что первый же матч их в чемпионате России был, да, против Апачей, на другом Нижегородском стадионе, но, по сути, все то же самое, и мы видели, как были свежи и обе линии Шаркс, и как они смели Апачей, но приблизительно так же играла и играли обе линии у Raiders в Кубке Хохломы, поэтому будет интересно очное противостояние, потому что, да, действительно не очевидно. Кажется, что преимущество за Шаркс по именам, по сильным игрокам по обе стороны мяча, но при этом, может быть, Нижегородцы-то дома упрутся как следует. Я предлагаю тебе плавно перейти в тот матч, который ты будешь выбирать из оставшихся двух. Хорошо, ну и нужно про последний, про тот матч, мы с Пашево прокомментируем, безусловно, потому что это все-таки центральный матч тура. Вот, но матч, который я выберу, это матч Патриоты Северный Легион, для меня он таит больше интриг, чем матч спартанцев-агрифонов, как минимум, потому что защита Северного Легиона действительно себя круто проявила против пасового нападения брянского Спартака, и поэтому будет интересно, получится ли что-нибудь вообще в пасовой игре у Патриотов. Мне нравится наблюдать за эволюцией связки Волчкова и Кабунова, и то, как один грузит на другого по десятку раз и больше за матч, это действительно круто наблюдать, и было бы интересно посмотреть их в противостоянии против Синого соперника пасового, как Северный Легион. Но все остальное... То есть интриги, как таковой, не таится, но вот отдельные микродуэли было бы очень круто посмотреть, и я буду это, собственно, делать. Так, у меня остаются спартанцы против грифонов. Это мог быть более интригующий матч, если бы я правильно прочитал регламент, потому что этот всех взбудоражил тем, что, ребята, нужно считать разницу. Но, как бы, либо я не очень толковый, либо регламент не очень грамотно написан, а, возможно, и то, и другое, потому что, ну, ситуация сложилась в том, что не важно, как спартанцы с грифонами сыграть, важно, какая будет разница между тремя командами, претендующими на выход в плей-офф. Вот, поэтому здесь не так... Ну, я предлагаю, может, поменять, пока не поздно, в принципе, как бы, ну, что такое регламент. Написал, выложил другое, и все. А ситуация будет гораздо интереснее, потому что чем больше пропустят грифоны, тем в моем сценарии им было бы тяжелее пройти в полуфинал. Но в любом случае, даже так, не нужно забывать два момента. Первое, это то, что у спартанцев с грифонами есть очень много в истории классных результатов, особенно тот, где был реальный апсет в полуфинале, где грифоны остановили спартанцев, да, и это был прям, ну, он вспоминает сразу, что это один из главных апсетов в истории плей-оффа чемпионата России в современности. Вот, и я думаю, что, как бы, это на многие-многие годы вперед такая прививка для спартанцев, чтобы ни в коем случае не подходить к матчу в каком-то расслабленном состоянии. В то же время, в то же время, спартанцев выходит после бойвика, что, в принципе, довольно редкая вещь, опять же, для сезона. А что такое бойвик в рамках расписания чемпионата России? Это значит, что спартанцы не играли месяц, да? Они не играли месяц. А Грифоны, стартовавшие 0-2, идут после двух побед подряд. То есть, это команда, которая немножко набрала какую-то уверенность в себе. Что это означает? Что у нас может быть интрига в первой четверти, да? То есть, как бы, если будет закончиться она с равным счетом, каким-нибудь 7-7, ну, я не удивлюсь. Понятно, что дальше уже будет все как обычно. В общем, мне нравится, что к этому моменту у нас вот именно такая конфигурация, что в целом Грифонам не так важно, проиграть они в этом матче или победят. Для них это не имеет значения. У них нет психологического давления. У них есть серия из двух побед подряд. И они, в отличие от соперников, в более хорошем тонусе. Вот это может нам подарить какую-то вот первую... Первая часть этого матча, она может быть более или менее конкурентоспособная. Главное, чтобы вот не было каких-то дурацких ошибок, потому что, опять же, вот по предыдущим всем матчам я понял, что спартанцами можно играть. Проблема в том, что тебе нужно сыграть на 100%. Вот чтобы не было никаких ошибок. И так никогда не бывает. Ты такой начинаешь смотреть, и какой-то дурацкий фамбл, или какой-то совершенно дурацкий перехват, и все. И дальше уже можно уже не напрягаться. Вот когда-нибудь какая-нибудь команда сыграет идеальный матч против спартанцев... И проиграет не с Мерси-Клоком, да. Ну, хотя бы так. Начинать надо с малого. Начинать с малого, да. А Легион же без Мерси-Клока проигрывал, извините. Извиняем. Ну что ж, вот такой будет у нас тур в ближайшие выходные. Ну и напоследок, чтобы мы на этом не заканчивали, я предлагаю заглянуть чуть дальше в будущее и представить. Вот мы уже находимся на пороге полуфиналов. Да, мы уже можем теоретически прогнозировать какие-то пары, причем не только в полуфиналах, но и в Кубке регионов в рамках чемпионата России. Ваше идеальное противостояние. Кого бы вам точно хотелось увидеть в зависимости от разных раскладов, да? Какие пары вам кажутся наиболее интригующими? Спартак-Легион 100%. Потому что уже долгое противостояние и интересно каждый раз наблюдать. То есть два года подряд игр с интригой заканчиваются и с довольно маленькой разницей в очках. Вот, поэтому для меня, наверное, самое главное это Спартак-Легион. Они у нас, скорее всего, встретятся, получается, именно в полуфинале. Полуфинале, да. Третий полуфинал подряд. И у нас пока 1-1. То есть это третий год. У нас, получается, в 22-м году победил Спартак, а в прошлом Северный Легион тоже был какой-то в них там вроде апсет. Ну и, как всегда, наверное, большинство интриг стоит у нас в Кубок Регионов. И там все зависит от матча Raiders-Sharks, потому что в конкретном матче, наверное, обычный болельщик захочет апсета. Да, апсетом тут будет являться победа Raiders. Но в таком случае это означает встречу Raiders с спартанцами в полуфинале, что явно не обещает ничего хорошего в плане интриги, как минимум на заключительной четверти, потому что мы уже видели спартанцев против Raiders в этом году на континентальной лиге. Это было не очень интересно. Ну а противостояние Sharks и спартанцев мы его видели в уменьшенном формате во второй лиге. Это было крышесносно. Ну то есть игры в регулярке не задались. В одной там Sharks вынесли, в другой не пришли. Но вот полуфинал это было просто сногсшибательно. Не устаю это повторять. Поэтому с точки зрения именно полуфинала и какой-либо интриги, конечно там хотелось бы увидеть именно Sharks про встречи со спартанцами. Ну а про кубок регионов я думаю сейчас Паша будет что сказать. Я знаю, сейчас подумал, что если Raiders выйдут на спартанцев, там придумал целый поворот сюжета, при котором Кирилл Завьемов решает, что это его последний зон в спартанцах и отправляет тайно в фейбук спартанцев Raiders перед матчем. И потом такой, и что? И что? Ничего не поменялось. Это не да, свип, ни. Ну то есть, все, этот сценарий вообще нет. Вот. Но у Raiders интересный есть вариант. Это матч, который можно назвать ну и кто кому теперь не пара Володенька Боу. Это Максим Сизов против Грифонов, который, я напомню, был кватербэком у Грифонов. И там как-то у него не пошло дело. И теперь он вернулся в Нижний Новгород, и кватербэк там. И есть там некие еще другие игроки из Санкт-Петербурга в составе Raiders. И если эти команды встретятся в полуфинале Кубка Регионов, это будет, конечно, весьма-весьма интригующе. Там Виталий Макарчик тот же, например, против Грифонов, который буквально в прошлом сезоне еще за них выступал. В общем, такой, конечно, матч интересный. И если у нас... Вот опять, как раз то, что сказал Миша, хочется в конкретных матчах, ну, знаешь, как нейтральным болельщикам, хочется болеть всегда за апсет. Ну, то есть, хотя бы, чтобы поддерживать команду, которая является андердогом, чтобы матч получился как минимум интересным. Но вот с точки зрения, опять же, интересной вывески, победа моторов над Южным Уралом нам подарит матч брянского Спартака и казанских моторов. Это две команды, которые очень много пытаются играть по воздуху. Не всегда успешно, но как минимум зрелищный матч обещает быть. И тогда у нас, конечно, будут две очень хорошие выиски на Кубке регионов, если так все сложится. Хотел я рассказать свои варианты, но как-то вы их все исчерпали. Единственное, что хочу отметить, что Чемпионат России очень своеобразный турнир. Здесь самый интересный, мне кажется, матч, это матч за третье место. Благо он проводится тоже. Потому что здесь, может быть, это реально две сильные команды, и между ними реально какая-то есть интрига. Потому что остальные, это просто спарринг-партнеры для спартанцев, что в полуфинале, что в финале. Ну, пока так. Нужно всем командам потихоньку придумывать, просто собраться вместе, забыть старые какие-то дрязги и так далее. И все вместе придумывать способы разложить спартанцев изнутри. Я не знаю. Может быть, своих игроков туда отправить, чтобы они не плейбуки отсылали. Это бесполезно, да? По-моему, так уже пытались сделать. Пару лет назад, и сработало, да. То есть, это как бы двойные оказались агенты. Они такие, а, слушайте, мы теперь в хорошей команде, ничего не будем делать. Останется чемпионами. Ненадежные люди совершенно, да. Сейчас, лет через пять мы все развалим. Патриоты хотя бы они старели потихонечку, да? И у них не было обновления. Это сейчас сплошное обновление. Просто как будто ты, знаешь, в течение пяти лет тебе все время обновите программу, такой потом, 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 потом. А теперь уже обновил, и все, ничего не работает. Вот. А здесь, увы, и вот Спартанцы 2 целый есть проект. В общем, да. Печально. То есть, помните, когда последний раз кого-то хвалили за то, что он стареет? Мне кажется, довольно давно. Такой, ну, молодец, стареешь. Круто. Такой просто кабинет. Есть же клише про вино. Я его довольно часто встречаю. Мне кажется, нет. Ну, тогда да. Ну, что ж. В общем, самое интересное у нас уже не за горами. Сезон у нас основательно постарел с самого своего начала, да. И будем ждать его, его золотую пару. Стас, а знаешь, что ты сказал? Самое интересное, не за горами. Это опять вот эти ваши намеки на пельме пошли. Ну, естественно. Так вот у вас прям сидит у вас, да, вот это вот желание. Ну, будем надеяться. Посмотрим. Посмотрим. Мы сегодня про чем от России говорим. Да. Когда стальные тигры туда вернутся, тогда и... Они, кстати, вообще не затерялись бы. Очень жалко. Очень жалко, что не хватает игроков. Мне кажется, стальные тигры. Оружейники тоже. Да это каждый сезон такое. Надо объединить стальных тигров. Оружейники. Чтобы они никогда не съехались. Это как противоположная сторона магнита. И прикинь, просто у нас там везде все время нет квутербэков, нет квутербэков. У команды будет 4 квутербэка. Панико, Вкащинев, Корнев, Кондюков, 4 квутербэка. Паша, 4 квутербэка есть у нас дома. У нас и так есть. И без тигров эти 4. У нас квутербэков больше, чем дивэков. Но, слушай, объединить тигров и оружейников, и как бы зрители Чемпионата России такие... Не, ну сценаристы исписались, конечно. Это уже как бы такие выдумки. Уже такого не может быть. Вот. И где бы мы все встречались? Были же в НФЛ Стиглс. Стиглс были, да. Филадельфия и Питтсбург. У вас тоже на П. Ну, они были, кстати, Питтсельвания. И было гораздо ближе, чем... Тигры-жейники. Тигры-жейники. Ару-тигры. Я уже орал несколько раз тигры, да, когда смотрел эти матчи. Боюсь, что буду орать и дальше. Ну ладно. В общем, впереди все самое интересное. Плей-офф. Там уже ставки высоки, как никогда. И еще парочку клише, которые вы можете придумать без меня. Сегодня этот подкаст для вас в Вери. Михаил Сазанов. Павел Посенков. Максим Сподобин. И я, Станислав Рынкевич. Счастливо. Пока. Отталкиваешь и к себе. Зет. Давай, Павел. Давай, Павел. Давай, Павел. Давай, Павел. Хорошо. Продолжение следует.